так друзья поступил запрос на 50 копеек от общества сделать статистику так это тюменьская область к сожалению не москва но ничего сейчас посчитаем здесь 1000 монет закатали мая 2021 все погнали перебирать но я думаю мы можем постепенно приступать к разбору мы начинаем 97 года 50 копеек санкт-петербург вы видите здесь совсем совсем мало монет я выловил здесь из тысячи монет всего 6 значит здесь одна разница но об этом чуть попозже не будем наперед забегать что я хочу сказать мешок ко мне с монетами пришел из тюменьской области это не москва не питер это достаточно далеко в обороте сейчас этих монет уже не найти в банках тоже невозможно ну так купил нумизмата как я говорил мне самому нужна эта статистика ладно не будем разглагольствовать я вот что хочу сказать 97 год монеты попали в обращение с 1 на 98 года только здесь как вы видите 6 штук это немного потому что ответ очень простой это был 97 год тогда были бюджеты россии совсем небольшие и вы видите что все монеты плохого качества то есть все-все-все-все сейчас даже что в интернете найти монету в хорошем качестве вам придется купить иногда цены достигают за до 1000 рублей в сохране ансе как я говорил здесь всего одна разновидность штемпель 1 и 1 давайте возьмем более-менее оптимальную посмотрим ее особенности они все они все поношены ладно вот я вижу здесь что еще какие особенности но на деду других различий нету гурт рубчат а кстати на техническая информация вот на ваших экранах здесь все идет стандарт это латунь гурт у нее есть рубчатый как вы видите 105 рифлений монета естественно не магнитная если это латунь это цветной металл особенности аверса вот такие как вы видите под лапой под копытом коня спсан петербурге седьмой год все год такой себе в этом году выпускались наборы ладно наборы есть чеканка есть мы идем дальше 97 москва продолжаем следующий год 97 тот же но только московский монетный двор совсем 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 немного девяносто седьмом году монеты были введены в обращение в девяносто восьмом году до потому что была реформа девяносто седьмом денежная а тут есть конечно совсем совсем залапанная какой же выбор для образца даже видите все плохом состоянии ну просто все даже не знаю так ладно возьмем вот эту друзья нет не так так вот монетка наша наша ваша 50 копеек девяносто седьмого москва штемпель у нее один это штемпель 1.2 штамп монета из латуни здесь рифлений 105 по техническим характеристикам год в принципе скучно и как вы видите все монеты в плохом состоянии просто 1 залапанная 2 3 все в говне это все металлолом к сожалению тут тоже латунь она и в африке будет плотой давайте взглянем на каталог конрос вот цена у нее не особо большая до 15 рублей по каталогу но это правда сохраняя обаута циркулы почти мешковым поэтому такая цена то есть в хорошем состоянии вам придется только купить если вы хотите монету заполучить набор я не видел возможно их и не выпускал московский монетный двор год знак так что идем дальше друзья мы продолжаем девяносто восьмой год санкт-петербургский монетный двор следующий и тут нам ельцинская денежная реформа принесла нам нам нумизмата несколько разновидностей первые и для начала скажу что из 1000 монет я выловил 19 штук так 19 штук из 1000 это ну так себе значит смотрим здесь есть монеты даже в таком сохране более-менее долго лежали вот в принципе неплохо неплохо так себе неплохо выглядит но я не буду брать я не буду брать она видать долго лежала в сохрану неплохо какая-то патина такая более-менее у этой монеты есть две разновидности это штемпель 1 и 1 а и штемпель и 1 и 1 б то есть есть незначительные разновидности я очень часто опускаю эти мелочи когда 11 11 11 а 2 то есть когда незначительный когда ну почему они происходят после когда из маточника делаются промежуточные штемпели потом из промежуточных штемпелей делаются еще допустим 3 или 4 рабочих штемпеля бывает больше чуть-чуть незначительные грехи я их часто не считаю потому что основной маточник штемпель это 1 так что же мне попалось я вас откладывал до этого момента сейчас вам скажу чем они отличаются значит у штемпеля 1 и 1 б меньше восьмерка на аверсе мы даже возьмем вот вот эту да тут видно даже мне видно на на первом восьмерка больше а на дальнем восьмой восьмерка меньше это есть собственно основное видимое отличие тех у кого хорошее зрение ребят поэтому я я понимаю что статистика очень кривая даже для меня но все же это хотя бы какие-то штрихи очерки к обращению хотя бы в конце видео вы увидите таблицу даст со всеми числами с таблицей встречаемости этих 50 копеек и цены да кстати в конце если захотите купить монету она стоит кое-каких денег хоть потому что прошло много лет лет 20 по поводу наборов я не встречал ладно идемте дальше итак следующий год друзья у нас 98 московский монетный двор 50 копеек это год тиражно считается это много знаете здесь всего одна разновидность и слава богу потому что ломали глаза я уже поломал глаза на монетах выискивая разновидности московского монета вот даже есть хорошем качестве слава богу но все равно они стоят денег давайте техническую характеристику посмотрим это латунь так гурт рубчатые 105 рифлений так так вот аверс московский монетный двор буква м под копытом чекан хорошим монета не магнита естественно потому что это латунь что еще хочу сказать этот штемпель компетентные люди в этом которые разбираются в разновидностях их как-то стандартизирование обозвали его штемпелем 1.2 здесь я выловил 40 штук из 1000 40 штук это но в принципе много то есть это 4 процента из всего оборота ванна вот такие монеты если встретите любые даже если это рубль или 5 рублей в хорошем состоянии советую сразу в холдер пускай лежат потому что они будут стоить денег монеты стоят денег всегда стоит денег вот уже облапанные ужасно облапанные кем-то грязными руками какими-то рабочими кто их собирал бомжи что ли какой не возьму все уже облапанные тоже это же ужасно и грязь и патина все что угодно в этом году монеты не выпускали наборы то есть наборов нет в буклетах поэтому идем дальше мы продолжаем девяносто девятый год санкт-петербург и к моему счастью радости я нашел одну монету всего да я думаю что ни одно не найду потому что это год нечастый у нее был низкий дираж причина тому это был дефолт девяносто восьмого года да был дефолт россии девяносто восьмом году поэтому не только не хватает 50 копеек не хватало в то девяносто девятого года и рубля и двух рублей всего было вообще мало даже вот каталог конрос давайте посмотрим поближе вот видите по каталогу конрос с хорошим сохраняя 150 рублей если это мешковый сохран она дороже должна стоить вообще то но смотрите сами особенности реверса сетка 5 9 ну так он выглядит вот его технической характеристики это латунь так естественно не магнитная гурт рубчатый 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 вот вы видите сами по себе гурт рубчатый у нее 105 рифлений монета однозначно не часто что я делаю что я с вами сделаю вот я сейчас положу в холдер положу в холдер возможно продам до чистить пока не буду если захочу почищем ну пока точно нет в общем в принципе продать я могу ее ладно и откладываем что я хочу сказать были в этом году наборы 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 точнее буклеты санкт-петербургского монетного двора так что так вот такой год и принципе сам по себе интересно но одна разновидность это штемпель 1.1 в идеальном состоянии она стоит принципе дорого друзья мы продолжаем 99 год москва я выловил всего три монеты всего три монеты из тысячи так если монеты из тысячи это в принципе мало год для даже для москвы не часто тираж был сразу это понятно это очевидно маленький но здесь всего одна разновидность особо редкостью не является даже относительно редкой не является так не часто наверно будет единственный ряд в хорошем состоянии она стоит денег в анции потому что уже прошло много лет вот основные характеристики 99 москва это реверс я не буду откладывать эту монету он во первых все три монеты плохом сохраняя если сильно вам вам интересно эта монета может нужно купить принципе цены доступны но уже кусаться начинают на бурт у нее рубчатый рифлений по описанию 105 по каталогу конрос она стоит 50 рублей но думаю если ванце то она больше стоит поэтому она будущее не часто можно обратить на нее внимание друзья мы продолжаем 2001 год 50 копеек московский монетный двор значит в этом году скажем так был кризис для монетных дворов и не выпускались монет то есть эта монета буквально недавно но относительно недавно появилась в каталоге конрос она есть вот буква р да видите московская монета двор обозначена как редкая по сути она уникальная я думаю что всего существует одна монета максимум там две почему так происходит значит в оборот а монета не за обращение в оборот она естественно не могла попасть и не попадала значит штемпельный пары были изготовлены в любом случае это по правилам монетного двора их ним но нацбанк не заказывал выпуск но во всяком случае когда испытывает сделану изготовили штемпель 2001 года испытали партию и естественно утилизировали матери весь материал и могла остаться вот это вот одна единственная монета уникальная которая вот сохранилась и в единственной фотографии видел в обработке различных фотошопах и так далее но в интернете гулять только одна вот это единственная фотография по сути может монет 2 не знаю очень советую не искать не пытаться где-то купить найти или думать что и легко найти очень много есть подделок просто берут из 2004 года перегравировывают с четверки на единичку но это если вы сами разберетесь по гуглите вы поймете даже новичок может разобраться и понять что единичка должна находиться напротив первого когтя дракона кстати штемпель у него был 1.2 он один единственный все переходим дальше следующему году мы продолжаем 2002 год санкт-петербург 50 копеек вот моему счастью к моему счастью я выловил аж три монеты и по каталогу конрос то монета стоит 150 рублей я выловил три и в принципе можно видите я в холдер одну положил и две из них хорошего качества так это естественно латунь все повторяется из года год все одно и то же штемпель у нее один это это штемпель 1.1 давайте посмотрим на дальше да как видно санкт-петербург сп падла под копытом под копытом сп с буквой 2002 года принципе я точно оставлю себе одну может две монеты не знаю если будете в нумизматических магазинах до советую если найдете в хорошем качестве за низкую цену я рекомендую купить сразу в этом году выпускались наборы санкт-петербургский монет на двору и стоят они просто о очень большие деньги нас банк заказывал выпуск буклетов тираж ограничен это на ваше усмотрение стоит не стоит покупать потому что все монеты 2002 года они все редкие по сути 5 рублей рубль 2 50 копеек но относительно поэтому дорогие не за счет того что редкими являются 1 рубль 2 рубля 5 рублей вы видите цен на экранах достаточно большая цена ладно мы переходим дальше 10 копеек 2002 года московский монетный двор очень-очень мало монет это означает что тираж был невысокий не массовый хотя в принципе ее можно легко купить так друзья смотрите 5 экземпляров на 1000 монет это мало еще раз говорю монета значит монета чем интересна этот год он интересен своими тремя разновидностями здесь как минимум было три это вот они на ваших экранах штемпель 1 и 2 а 1 и 2b 1 и 2 в уж темпель 1 и 2b есть аж шесть вариантов незначительных незначительных различий но это все равно штемпель 1 и 2b почему так получилось дело в том что когда когда изготавливается маточник по маточнику изготавливаются промежуточные штемпеля допустим штуки 4 а потом по этим промежуточным штемпелям еще шесть промежуточных маточников и только потом уже можно могут изготовить скажем 6 штемпелей или 12 штемпелей когда происходит постоянно вот это съем слепка то сглаживается рельеф всегда есть какие-то различия поэтому незначительные отклонения я не считаю что это особо разновидности и нумизматом они не нужны это надо для истории технологии чекан это нужно для понятия каким был процесс чеканка это это нужно не нам с вами нумизматом вот вот друзья если мы посмотрим на букву м то есть основная едва видимая невооруженным глазом едва едва штемпель а это буква м будет стоять под копытом будет стоять прямо и находиться на уровне копыт это штемпель а адреса если штемпель б то буква м повернута влево а если штемпель в то тоже повернута но при этом она приспущена вот у меня все пять разновидностей это штемпель 1.2 а то есть она рядовая считается обычно ничего особенного нету можно глаза сломать в принципе я в общем если сильно любите этот номинал мне он не особо нравится купил лучше купить его у нумизматов в сохране ансе и будет вам счастье то есть лучше таки в идеале лучше покупать и более уже прошло 20 лет далее в 2002 году московской монеты двор выпустил наборы этих монет они стоят очень больших денег в этом году к сожалению за пандемии цены просели очень сильно на все так друзья мы продолжаем 2003 год 50 копеек санкт-петербург я выловил всего 5 монет из 1000 этот год был богатый на разновидности скажу сразу в принципе здесь есть что смотреть есть что покупать в интернете и так далее значит давайте берем самую более-менее оптимальную вот технические характеристики этой монеты так это латунь гурт рифленый 105 рифлений тогда вес небольшой чуть менее 3 грамм диаметр почти 20 тираж неизвестен я не нашел это государственная тайна я бы отметил здесь не учитывая какие-то незначительные разновидности в в пределах одной разновидности здесь как минимум четыре разновидности разновидности на ваших экранах это штемпель 1 2 1 и так далее значит смотрите существует две разновидности по реверсу и четыре разновидности по аверсу какая основная видимая видимое различие значит вот в моем случае вот это вот пятерка точнее ноль в моем случае стенки ноля изогнуты внутренние стенки ноля они изогнуты потому как в первом случае бывает штемпель 1 это когда стенки ноля прямые то бишь мне не попалась одна сожалению мне попалось все пять монет стемпеля 2.2 когда хвостик пятерки он касается бутона это 2.2 у них есть несколько незначительных разновидности под разновидность я их тоже рассматривать не буду в моем случае это 5 штук 2.2 всех остальных ноль почему не знаю потому что штемпель 1 это рядовая она должна была мне попасть а у меня все буквально даже посмотреть вторую они все у меня идут с выпуклым то есть стенка внутренней стенки нуля они идут изогнутые и здесь идет изогнутая у меня тоже у меня учитывая сочетание с адресом это 2.2 в этом году не было выпусков буклетов санкт-петербургского монетного доллара не был вложаем 2003 год 50 копеек московский монетный двор обратите внимание сколько их много здесь здесь уже очевидно что это массовый тираж массовый массовый обратите внимание что попадаются даже хорошие даже в хорошем качестве можно себе xf есть вот наш реверс 50 копеек но к счастью для меня по крайней мере к счастью всего одна разновидность до технические характеристики вот мне на ваших экранах это латунь масса 2.9 и так далее так далее тираж неизвестен либо я не нашел но в любом случае это тайна я бы сказал так это год скучный этот год скучный тут то что монет много и легко можно просто за копейку купить хорошем состоянии я выловил здесь 34 монеты из 1000 в основе товари файл и короче это металлолом это вообще металлолом это металлолом и только выкинуть цена по каталогу сейчас давайте конрос это совсем ничего совсем совсем ничего набор наборов нету наверно какой-то кризисный год был не знаю следующая монета на очереди 50 копеек 2004 санкт-петербург вот и так мне попалось 7 монет из тысячи да это не очень много это говорит что тираж был ниже среднего но он все-таки был единственное что меня удивило я не попался вот такой вот рубль 92 года вот он и даже смеялся как он мог туда попасть как счетной машинку посчитал я потом приложил вот так две монеты то есть и понял что ни одного диаметра и одной толщины поэтому счетная машинка их просто просчитала значит какие здесь есть разновидности так для начала давайте характеристика техническая описание она повторяется каждый год так существует две разновидности 1 разновидность аверса и 2 разновидности аверса так гурт вот он гурт конечно же рубчатый 105 рифлений соответственно вот вот он ну папа попадается уже более нормально таком состоянии то есть франца их можно купить значит мне попалась существует две разновидности вот они на ваших экранах 2 и 2 и 2 и 3 попалась мне здесь 6 штемпеля 2 и 2 и всего один штемпель 2 и 3 я понимаю что это кривая статистика но все же это хотя бы какие-то очерки к этому статистическому портрету в чем разница естественно нужно внимание на реверс это когда бутон касается либо не касается цифры 5 вот у меня штемпель 2 и 3 вы видите бутон не касается и давайте рядом возьмем соседнюю стебель 2 и 2 пятерка касается бутона 2 и 3 не касается это и те у кого хорошее зрение могут это увидеть обе монеты рядовые но со штемпелем 2 и 3 она считается ведь тоже рядовой мне всего одна попалась значит 2004 год нацбанк значит не выпускал годовые наборы говорю сразу не ищите их не пытались купить 50 копеек 2004 года московский монетный двор вот много-много-много это уже был массовый тираж я выловил здесь 36 монет из тысячи цифра огромная понятно тираж большой зато 2 есть две разновидности одна редко другая обычная она мне попалось давать сначала технические характеристики так техническая характеристика это тоже латунь до 2 разновидности существует все повторяется как прошлом году горд рифленый здесь аж 105 рифлений вот он 105 рифлений вот убедимся что это точно прям точно точно 2004 москва все 36 монет не попались штемпеля 1.2 а то есть это если сравнить две разновидности это буква м расположена не параллельно копыту ну в другом случае штемпель 1.2b мне попалась естественно 0 это не удивительно на то она и редкая у нее вот этот вот вот это копытца вот эта буква под копытцем точнее она должна быть параллельно копыту это будет видно тем у тех у кого хорошее зрение это видно это будет редкая но мне к сожалению не попалась здесь есть монеты даже хорошем качестве есть xf я не буду откладывать их много тираж большой покупать тоже пока не советую не торопиться это как бы вообще не срочно наборов не было в этом году все что могу сказать следующий год 2005 50 копеек санкт-петербург вот они вот они вот они вот они так я выловил здесь из 1015 монет до 15 монет тираж в принципе ну такой средний наверное сейчас давайте выберем вот технические характеристики но у меня здесь виден прямо это реверс но это даже знаю что это штемпель 2.2 либо 2.3 значит технические характеристики у нас повторяется с года в год это латунь рифление 105 гурт вот он гурт он рубчатый соответственно 105 рифлений соответственно вот он аверс наш любимый необходимый для этого так так под копытом sp на товарный знак что я хочу сказать из в этом году этот год подарил нам много разновидностей я насчитал учитывая а не значительный 10 разновидностей но в целом здесь где-то около около пекина 6 основных разновидностей 2005 год санкт-петербург всего 15 рублей до победителя так и стоит это каталог анрос этого года то еще хочу сказать по поводу наборов наборы санкт-петербургской монеты двор не выпускал дату из буклетах их нету я мы продолжаем 2005 год московской монеты двор 50 копеек вот наши много-много так из тысячи монет я выловил тридцать четыре всего до принципе тоже тираж массовый это я отложил наверное какую-то одну нашел особенно сейчас посмотрю к нашему замещать его технической характеристики они повторяются это латунь и так далее год рифленый 105 рифлений рифлений всего одна разновидность реверса и три разновидности аверса вот на что здесь нужно обратить внимание здесь нужно на букву м под копытой коня обратите внимание есть это штемпель 1 них попалась 32 1 2 штемпель 12b и 3 штемпель 12 в значит в нашем случае штемпель 12 а это буква м приспущена от копыта да это основная масса они рядовые второй штемпель 12b это приподнята к копыту и 3 и 2 и штемпель 12 в это буква м крупная сама по себе сейчас мы посмотрим сравним сейчас у меня отложена штемпель 12b то есть приподнята буква м и вот это вот это не часто я которая считается то есть моему счастью я нашел все три разновидности 2 не часто 1 обычно и вот бук крупная буква м вот это 12 в всего одну нашел из всех а если сравнить все подряд сейчас секунду мы умно сделаем первое которое идет ко мне сверху это м приспущена 2 буква м приподнята и третья сама нижняя это крупная буква м что еще могу сказать наверно ничего особенно в этом году единственно что были выпущены годовые наборы до размерных монет и тираж у них ограничен всего 800 штук как я нашел больше не нашел информации то есть в принципе это ограничен тираж стоит каких-то денег уже сносными так друзья продолжаем 2006 год 50 копеек внимание не магнитная санкт-петербург всего 5 монет да я был пять монет из 1000 это не магнитная а значит как вкратце отличить магнитную от не магнитная если вас магнита нет вы просто берете гурт так складывать и смотрите на гурт вот он гурт гурты у не магнитной рифленые всегда так всегда рифленые у остальных он не всегда гурт гладкий это естественно как как и обычно это латунь так гурт рифленый 105 рифления и так далее так далее ничего не меняется особо значит в этом году 2006 не могу не магнитных было две разновидности это штемпель 2 и 3 штемпель 3 то есть одна из них штемпель 2 и 3 и 4 из них это штемпель 3 единственное что я хочу сказать что обе монеты обе разновидности они обычно считается да то есть эксперты их определили как они рядовые но как я говорю все время это кривая немножко статистика у меня но все равно это какие-то хоть какая-то информация для размышления как отличить один от другого разновидность одно другое здесь разница в даже видные шрифты невыраженного глаза внизу у меня штемпель более такой жирный это штемпель 3 а вверху 2 и 3 2.3 по поводу годовых наборов нацбанк вроде бы не выпускал в 2006 году годовой набор я как-то пробежался быстро я не видел буклеты так что мы потихоньку идем туда идем дальше так продолжаем 2006 50 копеек санкт-петербург магнитно как вы видите 0 так 0 0 0 0 0 монет я не знаю чем связано может может быть потому что это регион не москва не не санкт-петербург тюменская область поэтому мне попалась 0 монет статистика не идеально но но все равно видно что магнитных почему-то в этом регионе оказалось меньше вообще монета считается обычная рядовой у нее один штемпель то есть одна разновидность это штемпель 3 и все гурт у него гладкий да у магнита должен быть и вес немножко меньше уже 275 это единственное что отличие сталь покрытая латунью все одна разновидность и ничего такого особенного буклетов я сказал не выпускались наверное были слишком заняты с переходом от не магнитных магнитных заготовку ну разумеется значит 50 копеек 2006 года москва внимание не магнитная это важно да этот год был перелом не для всех я выловил здесь 22 монеты из 1000 это даже много для москвы и тем более не магнитные эти монеты были выпущены в первую половину полугодия сначала были не магнит но не магнитные сделаны очагания потом магнитные моему счастью здесь или к нашему счастью здесь всего мне не пришлось долго рыться здесь всего одна разновидность вот это не магнитная 2006 год да вот москва да вот они все 22 монеты штемпель здесь обзывается 1.2 технические характеристики те же это латунь и так далее так далее все значит буклеты не выпускались в этом году насколько я заметил и нашел тут ничего особенного но это скуш скучный год стоит она по каталогу конрос тоже недорого что мы переходим дальше друзья мы продолжаем 2006 год 50 копеек москва магнитная монета внимание здесь я выложу 30 монет из тысячи монеты были очекания во втором полугодии 2006 года это был переходный год для москвы и для петербурга тоже здесь в основные есть две разновидности это штемпель 1 и штемпель 4 1 давайте быстро технические характеристики вот как определить видите гурт лысый гурт гладкий точнее мы по разному говорим нумизма так это говорит лысый кто-то гладкий вот они все идут с гладким гуртом то есть это сталь покрытая латуни плакированная латуни то есть называйте как хотите это уже все идет сталь далее годы пойдут со многими разновидностей потому что уже заготовка стальная штемпеля быстро изнашивается отрезкаются лопаются и так далее ну чтобы сказать техническая характеристика у нее изменилось так вес уменьшится начал весит 275 диаметр не изменился борт изменился с рифленого на гладкий я думал что найду хотя бы один штемпель 4 и 1 нет ноль нашел ноль и все эти монеты это штемпель 1 то есть то есть вот бутон он утопает в канте да это штемпель 1 но в остальных случаях в остальном случае здесь штемпель 4.1 бутон он не должен касаться канта хотя 2 из них не часто 4 дину я не нашел хотя мог найти среди такого количества могли выловить может их мало в этом регионе то есть это не москва не питер тут ничего удивительного набор их монет до размеры в буклетах я не встречал друзья мы продолжаем 50 копеек 2007 года санкт-петербург естественно все идут магнитные вот немного немного почему так немного не знаю значит я выловил здесь 11 монет из 1000 то есть мало может регион такой мало попалась на вообще и должно быть принципе много по каталогу они сейчас посмотрю по-моему не очень особо стоит не особо высокая здесь есть две разновидности это штемпель 3 штемпель 4 и 2 вот вся техническая информация это уже сталь да как и в прошлом году после перехода то старт покрытая латунью до латуна голливанного покрытия сюда уж не было иллюзий переворачиваем смотрим на аверс 2007 год санкт-петербург о том что это магнита нам скажет гладкий гурт значит какие разновидности они обе рядовые но почему-то штемпель 3 попалась мне всего одна и вот я выделил вся разница видимая в завитке в первом случае завиток штемпели 3 он утопает в канте братья внимание дальняя завиток утопает в канте это штемпель 3 и ближняя это естественно завиток не касается канта это 42 как и говорю обе рядовые на почему-то с разным количеством разной встречаемостью цена должна отличаться то есть хоть что-то хоть какая-то характеристика но тем не менее да по поводу наборов санкт-петербург монетный сбор выпустил наборы до буклете единственно здесь нету монеты 5 рублей 2007 года она не выпускалась дать то есть не чеканили тираж неизвестен я искал искал не нашел я думаю где-то можно найти но я думаю где-то в пределах двух тысяч учитывая такую невысокую цену мне это проделать 2000 экземпляров плюс-минус не сильно это важная информация поэтому я не буду говорить слишком точно это все можно найти или купить друзья переходим дальше 2007 год 50 копеек москва бинга добывать такое что я хочу сказать это отложил наверное разновидности что я хочу сказать друзья тысячи монет я выловил здесь 83 штучки да и экземпляра это много тоже огромный тираж это сложный год для меня потому что для нубизматов наверное интересны потому что здесь есть много разновидностей причина тому его просто-напросто штемпеля раньше изнашивались потому что был переход из латуни на на сталь вещи empresa лопались резкость так далее поэтому много разновидностей много было вот этих штемпелей вырезает с какими-то нюансами значит разновидности вот на ваших экранах а адресов разновидности точнее разновидности реверса 2 а аверсов 4 как минимум и в сумме они где-то дают около 8 разновидностей плюс 1 уникальный который мы наверно не будем рассматривать так пропишем тут они такие попадаются непонятно какая как какие там цвета какой цвет металла был разные тут блокировано непонятно чем соотношение другое сейчас разность я кстати не не любите всех этих цветов лимонок не лимонок бывает разное покрытие гурты у всех гладкие вот даже видно некоторые хорошо покрыты латуни с гуртом некоторые без гурта ну то есть на смысле не покрытые не покрывает гурт блокировку вот они все разновидности на ваших экранах я выделю только основных нюансов столько что можно черт ногу сломит цена цена на них на эти разновидности невысокая не доступны в интернете покупается они все равно плохо можно сторговаться я так считаю и наборы буклеты в этом году московский двор не выпускал поэтому идемте дальше я мы потихоньку продолжаем дальше 2008 вот как вы видите здесь всего мне попалось 9 монет из 1000 это мало это заметно что тираж уменьшился значит давайте возьмем оптимальную они здесь неплохого качества многие попадаются почти в мешковом так выглядит реверс соответственно это сталь покрыта латунью блокирована латунью как хотите называть гурт лысый как мы любим говорить гладкий по-разному да и соответственно не было недоверия вот 2008 год санкт-петербург у этой монеты есть две разновидности 1 разновидность аверса и 2 реверса из них одна нечасто и одна обычная все у меня обычные к сожалению даже давайте на гурт я посмотрю так пожалуйста все лысые гурты это сталь покрытая латунью тираж естественно неизвестен значит вот разновидности на ваших экранах штемпель 3 существуют и 4 и 2 штемпель 3 не часто мне не попалась основное различие мы должны смотреть на бутон если штемпель то бутон должен утопать в канте и маленький лепесток вот снизу должен тоже утопать в канте и шрифт должен быть жирный ну более крупный в моем случае это штемпель 4 и 2 здесь наоборот шрифт у меня более тонкий это раз и у меня здесь бутон он не касается карта это 4 2 все к сожалению я рассчитывал что я найду такова статистика пусть она будет кривая как вам как бы вам не хотелось как бы мне не хотелось не точно но все равно не часто она есть не часто это уже говорит о том что не так просто выловить ее могли выловить могло не попасть в обращении действительно их мало ладно по поводу наборов официально санкт-петербургский минетный выбор выпустил годовой набор размерных монет так в 2008 стоит он недорого тираж неизвестен для меня я не нашел возможно найти можно но судя по цене я думаю вокруг двух тысяч экземпляров плюс минус не сильно много не сильно мало ладно идемте дальше 10 копеек 2008 года московский монетный двор хочу сказать я выловил здесь из 1000 монет 66 66 да это много тираж огромный даже сказал очень да это конечно же сталь покрытая латунью здесь очень много разного разноцветный скажем так компетентные люди в статьях пишется что здесь можно найти скажем так лимонки то есть плакированная латунь имел небольшой разные цвета в общем ладно давайте так сделаем посмотрим самое главное это естественно технические характеристики сталь покрыта латунью у этой монеты есть две разновидности реверс и аверса минимум четыре ну то есть четыре точно известно есть еще какие-то разновидности незначительные под разновидности которые в принципе я бы не учитывал это такое мучение если честно разбираться с этим это не совсем важно выбирать там лимонки не лимонки вот разновидности на ваших экранах здесь много рядовых разновидностей по сути много рядовых вот что я нашел 1 и 3 а 14 монет 4 3 а 28 штемпель 4 3 b 15 в 9 и штемпель 4 3 г 0 монет она не часто как я не старался по полупе посмотреть под лупой точнее посмотреть ничего не наш не нашел я в общем искал 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 тут основное расположение буквы м на различие я наверно если сильно захочу я куплю такую монету потому что мне нет такого оборудования точно что еще хочу сказать наборы 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 годовые наборы были в этом году у московского монетного двора стоит и недорого тираж я очень быстро искал я не нашел с первого раза но тоже думаю где-то тысячи две плюс-минус может 3 он же стоит недорого то есть доступная цена друзья продолжаем 2009 год 50 копеек санкт-петербург 50 копеек да смешно товарищи и грустно я выловил всего две монеты из тысячи это в принципе странно я смотрю по каталогу цена невысокая у нее они рядовые в принципе должно быть много но возможно возможно это особенности региона технические характеристики стандартные это старт покрытая латунью штемпель у этой монеты один вот он такой штемпель 4.2 да вот лысый так выглядит санкт-петербург 2009 года всего две монеты очень странно очень странно наверное невысокий тираж но еще раз говорю они их можно купить в интернете за недорого в хорошем состоянии реально недорого в этом году по поводу наборов в этом году наборы были стоят дорого по крайне для меня я тираж не нашел но судя по цене высокой до менее 1000 штук я так думаю ладно я не акцентирую внимание на наборах и тихих тиражах я нумизматикой увлекаюсь особо ладно идемте дальше продолжаем 2009 год 150 копеек московский монетный двор я выловил так как мне удалось это сделать так я был здесь 55 монет из тысячи тираж огромный считается но я считаю это много так здесь к сожалению всего две разновидности год не особо интересны да сейчас возьму достойную достойную нашего внимания с вами как обычно характеристик давайте пробежимся все стандартно сам покрыта латунью бла 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 это у нас реверс и это у нас с вами штемпель 4.3 да вот штемпелей то есть я нашел 1.3 штемпель 17 монет и штемпель 4.3 38 монет то есть они обе рядовые вот такой разброс сейчас попытаюсь найти отличие от одного от другого это вот этот бутон должен либо касаться либо примыкать сильно к канту а вот тот который слева он утопает в канте это штемпель 1.3 тот который едва касается это 4.3 обе рядовые разброс вот такой как я объяснил по поводу наборов значит наборы были тираж у них известен 9000 штук и стоит она около полутора тысяч рублей как я пробежался по ценам то есть купить можно да ну вот такой себе не очень интересно как я говорю ладно идемте дальше продолжаем 2010 год 50 копеек санкт-петербург не знаю почему 0 0 монет может быть особенности региона монета в принципе наверное невысокого тиража считается рядовой стоит даже недорого в интернете если так покупать но не попалась 0 по поводу разновидности всего одна разновидность тут мне не пришлось особо мучиться искать разбираться 4 и 2 штемпель называется дальше по поводу годовых наборов был посвящен в этом году был выпущен набор годовой посвящен 65-летию окончании великой честной войны тираж уже был известен 7000 экземпляров цена достойная недорого в принципе идемте дальше у нас на очередь 2010 год 50 копеек московский монетный двор ой-ёй-ёй-ёй тяжелая баночка так я изловил здесь мне попалось 83 монеты из 1000 то есть это много то есть это массовый большой тираж огромный но здесь много разновидности основных разновидности здесь где-то 3 но есть под разновидности незначительные которые суммарно их насчитывается около пяти семи но мы будем рассматривать только основные видимые разновидность у нас реверса 1 вот она к реверс у него одна разновидность сталь покрытая латунью так вот лысый так далее так далее да вот он 2010 москва есть разновидности по расположению монетного двора под копытой под копытом так буквы м очень тяжело искать и еще есть разновидность нужно искать по это либо а либо б либо в да то есть это вот это вот задняя часть копья она должна приближена канту быть либо отдалена дальше по поводу наборов наборы были набор 2010 года выпустил московский монетный двор с тиражом 950 экземпляров и стоит принципе недорого цена достойная у нее ладно продолжаем дальше я хочу поговорить о санкт-петербургском монетном дворе этой монете она по каталогу конрос существует не существует так 2011 год есть только московская монетка двор но в принципе она известна она известна как уникальная монета по интернету ходит только одна фотография это говорит что это музейный экспонат и она находится какой-то коллекции частной либо где-то спрятана известно что это штемпель 42 тираж не был утвержден санкт-петербургском монетном двору то есть не выпускались монеты так и дальше по поводу наборов набор был выпущен санкт-петербургском монетным двором 2011 году но там 50 копеек тут я нашел там госзнак эмблему госзнака я так понял что это то есть это по логике должно быть понятно что это санкт-петербургский монетный двор выпустил но там 50 копеек московского монетного двора тираж ограничен стоит ну как-то не очень дорого я заметил так что идемте дальше 50 копеек 2011 москва как мы много-много-много вы как но так из 1000 монет я здесь выловил 61 монету и вы знаете я был рад что здесь всего одна разновидность мне бы не хотелось то есть мне бы не хотелось сильно ломать глаза штемпель 43 называется сейчас возьмем более-менее это грязная все стандартно это реверс это аверс сталь покрытая латунью и соответственно как всегда как вы видите лысый гурт гладкий я на самом деле если хотите купить в идеальном состоянии она сейчас стоит 10 рублей прошелся по интернет-магазином 10 рублей в ансе легко не так много времени прошло для нумизматики всего там 10 лет каких-то по поводу наборов до наборы тоже выпускались тираж был аж 2000 экземпляров поэтому стоит соответственно но недорого цена доступная 50 копеек 2012 года санкт-петербург эта монета уникальная что я хочу сказать что ее тоже нету в каталоге can ross вот она никак здесь не вот она никак здесь не обозначена не р не уникально никак есть такой музейный экспонат можно найти в интернете одну единственную фотографию сто раз переделали в фотошопе там выкладывали друг минимум существует одна и штемпель в этой монеты 4.2 все только так его и называют идемте дальше 2012 год 50 копеек москва так я здесь выловил сто одну монету из 1000 это тираж огромный считается что хочу сказать здесь есть две разновидности одна нечасто другая обычная очень много монет в хорошем состоянии что не может не радовать технические характеристики и тандарт на это сталь покрыта латунью разновидности 2 это штемпель 1 и 3 и штемпель 4 и 3 к сожалению не часто я не нашел то есть не часто здесь разновидность только реверса аверса одинаковая основное видим различие это когда бутон либо касается канта либо примыкает в моем случае это касается канта ни одного примыкающего ни одного к сожалению да я удивлюсь что не нашел монет очень много тираж массовые в этот год наверно скучный будем считать мы нумизматы наборы были в этом году тираж у этих наборов 1000 экземпляров выпустил московский монетный двор ну и цена соответственно средний друзья к сожалению видите баночка пустая я не нашел ни одной монеты в этом мешке до 0 из 1000 будем считать возьмем тогда фотографии с интернета это штемпель 42 разновидность всего одна почему нету в мешке не знаю единственное могу сказать что влиять два фактора то что невысокий тираж это раз и второе влияет то что особенность региона абсолютно очевидно если мы встретили мешок пришел с монетами из санкт-петербурга там естественно этих монет в обращении много было раньше наверно сказать особо нечего если одна разновидность купить можно легко в интернете были наборы официально выпущены монетным двором в санкт-петербурге но кстати стоит вроде бы недорого вроде бы недорого тираж я не знаю не нашел но также можно встретить и народное творчество то есть наборы сделаны с какой-то частной фирмой друзья мы продолжаем 50 копеек 2013 года московский монетный двор много 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 да тираж массовый и 2013 году кстати санкт-петербург перешел на чеканку памятных монет каких-то там медалей и так я был здесь 94 монеты из 1000 как видно тираж огромный более того здесь всего одна разновидность создавать возьмем хорошую осмотрим осмотрим разновидность 1 это штемпель 4 и 3 вот он да завиток касается канта и так далее вот и собственно 1016 москва и естественно гурт у нас лысый да гурт гладкий вот они все гурты все гладкие так и не выглядят потому что сталь покрытая латунию хоть хоть год и скучные да по разновидностям но наборы были выпущены монеты двором в тиражом 4000 экземпляров и стоит дешево это однозначно так что это одна из самых таких недорогих наборов друзья мы продолжаем 2014 год 50 копеек московской монеты двор и только санкт-петербургский не выпускал уже перешил основной пор сделал москва и так я здесь выловил значит 97 монет из 1000 это конечно тоже большой тираж как прошлые годы слава богу здесь 1 штемпель это штемпель 4 и 3 да и все все 97 монет давайте посмотрим так вот штемпель 4 и 3 реверс аверс так гурты все прямо гладкие прям все гладкие гладкие на все стали покрыты латунью так далее наверное это уже все знают по поводу год скучный по поводу наборов наборы были тираж невысокий всего 500 экземпляров но зато почему-то стоит дешево да можно легко найти так что мы идем дальше друзья продолжаем последний год рассматривать 2015 год московской монеты двор санкт-петербургский тоже не выпускал тоже как видно массовый тираж я выловил здесь пятьдесят одну монету из тысячи много разновидность одна штемпель тоже один характеристики те же могут попадаться по моему разные разного цвета нет плохо монет ему давайте нашим такой состав металла может быть латуни соответственно аверс реверс так и наборы наборы были размерных монет посвященный 70-летие великое окончание великое течественное посвященное окончание великой течественной войне пишут 100 тираж 300 экземпляров стоит недорого но не знаю почему так они должны дороже стоит однозначно ну и как я обещал мы переходим к таблице собственно я все данные загнал в таблицу первая из них она простая здесь идет по порядку по году монетному двору и вторая колоночка внутри это то есть количество монет на тысячу да это понятно то есть вторая таблица на более детальная здесь я расположил по возрастанию встречаемости до монеты в двадцать первом году и последняя колонка здесь здесь идет цена в рублях согласно каталогу конросов эта цена почти в идеальном состоянии красную область я выделил те монеты которые в принципе уже в мешковом состоянии они редкие то есть уже вы их вы их только купите это однозначно зеленые то не часто и соответственно тут или относительно не часто и дальше идет не выделенная область это монеты почти нет почти металлолом если посмотреть на первые две строчки 2013 год санкт-петербург и 2010 санкт-петербург цены не нашлось в тринадцатом году ни одной то есть 0 2 рубля 10 году тоже 0 10 года тоже 0 50 рублей очень большой разброс хотя 2013 года монет много достаточно много можно купить ну наверное особенности региона как я часто об этом повторяю не нашлось ни одной ну статистика и вещь упрямая что есть то есть что еще я хочу сказать вот еще меня привлекло разброс сильный цен по встречаемости 2002 год санкт-петербург 3 монеты и 150 рублей и 99 года москва тоже 3 монеты и уже здесь цена ниже 50 рублей всего то есть тоже большой разброс и наверное еще последнее мой комментарий это то что последние две строчки это 50 копейк 2014 года москва 97 монет попалась огромный тираж и всего 2 рубля стоит и 2012 года 101 монета аж 10 рублей то есть редакция в конрос определила эту цену аж 10 рублей я считаю так здесь цены в 2 рубля нужно убрать вообще учитывая тот факт что монета уже изъят из обращения и я уверен что в ближайшем будущем цены на этот номинал будут претерпевать изменения то есть явно расти я думаю не будет не будет больше от меня других комментариев я с вами прощаюсь вы знаете что нужно ставить лайки и так далее спасибо за ваш просмотр всем всем удачи всем пока